Всем привет! С вами снова Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Очень много поступает вопросов о грунте. Так как многих это интересует, вот именно как приготовить свой грунт, я сейчас назову какие составы грунта возможно сделать самим своими руками, а потом расскажу какой грунт использую я для выращивания рассады. Потому что вариантов очень много и вы сами можете менять составы и пропорции. Грунт это полет фантазии каждого садовода-любителя. Вот в литературе во многих статьях вы можете увидеть разный состав грунта и специалисты всегда рекомендуют и говорят, что можно составы менять. Можно, например, сделать состав 1 часть дерновой земли, наверное, и 2 части перегноя. Или второй состав 2 части торфа, 2 части перегноя, 1 часть опилок можно добавлять. Потом можно сделать 3 части перегноя и 2 части, вот наоборот, такой полевой дерновой земли. Еще один вариант. 2 части торфа и 2 части перегноя. Вы понимаете, что каждый должен составлять свой грунт в зависимости от региона и от возможности достать тот или иной компонент. Вот у нас торфа нет, я никогда не добавляю, я даже не видела никогда в жизни, как выглядит торф. Еще вариант один возможный. 2 части торфяной питательной смеси и 1 часть дерновой земли. Вот из этого ясно, что можно, например, совмещать нашу землю, вот которую мы набираем, с питательными смесями магазинными, можно сделать полностью самим из земли перегноя и опилок. Ну, вариантов много, я еще раз повторю. Сейчас я буду очень долго, долго и подробно рассказывать о своем грунте. Но еще скажу про составы. Вот составы, которые я назвала, если вы сами хотите, например, сделать, ну, нужно было делать это осенью, ну, на будущее. Вы вот положили перегной, положили дерновую землю, землю, и специалисты все-таки рекомендуют, что добавить туда, вот в эту смесь, немножко золы и немножко суперфосфата. Потому что это помогает, как более насыщает, более питательный будет грунт. Вот на ведро всегда рекомендация, 1 столовую ложку того и 1 столовую ложку другого. Все это тщательно перемешивается, это считается готовый грунт для выращивания рассады. Я на эту тему уже говорила не раз. И вот я специально снимала видео в прошлом году, в январе, показывала, как я готовлю жирный грунт для выращивания петунии. Кто интересуется выращиванием петунии, может посмотреть. Он, по-моему, называется, ну, не помню, но для петуний. Второе весной видео я выкладывала, называется, начинаю грунт, начинаю готовить грунт для рассады будущего года. Вот уже весной, в прошлом году, я готовила грунт для рассады, вот этот вот самый грунт, в который я сейчас буду сеять и выращивать рассаду. Сразу говорю, что я делаю очень жирный грунт. У меня грунта все жирные, именно для того, чтобы потом мне делать подкормок. Потому что у меня очень большой объем, я высаживаю 100-200 лотков высеваю. И вы сами понимаете, что подкормить все я их не успею. Я, возможно, подкармливать буду только те, которые рано сею, которые для теплицы, они более долго сидят дома. И вот этот грунт истощается, они все вкусненько оттуда заберут. И вот я их подкормлю. Остальные живут без подкормки, весь вот этот рассадный период, до высадки в открытый грунт. Я рассказывала, показывала землю, вот около кучи, когда видео снимала, и говорила, что основная часть моего грунта это чернозем. Ну не совсем такой чернозем в чистом виде, как вот он где-то на Украине или где. Вот просто черная земля дерновая. Сейчас я расскажу, какая именно земля должна быть, какую я беру. Чернозем это вот вся почва, которая находится в верхней слой земли. Это самый высокий у нее показатель плодородия. Все знают, что именно черноземная зона России бьет рекорды по урожайности. Но у нас, конечно, не такого качества чернозем, но все равно вот эта черная земля, которая под травой на поле. Сейчас я кратко повторю, о чем говорила весной, и чем так уникален чернозем, почему все садоводы стараются, стремятся просто приобрести его, чтобы улучшить почву в своих огородах и повысить урожай овощей. Вот именно чернозем это особая почва, которая годами, десятилетиями, веками складывается в природных условиях под воздействием климатических наших условий и живых микроорганизмов. Это верхний, вот этот черный плодородный слой нашей земли. Он очень тонкий, у кого-то 6, у кого-то 10 сантиметров, очень редко 15 и 20. Где-то его нет вообще. Его нельзя создать, этот чернозем, в фабричных условиях из других грунтов с помощью добавления любых удобрений. Он не создается только в природе. И вот только привезенный с полей, нетронутых человеком чернозем, является натуральным. Вот чернозем ценится за очень высокое содержание гумуса. Гумус это то, что нужно для питания наших растений. Вот если выразиться просто. В каждой почве есть гумус, но процентное содержание очень разное. И при выращивании, когда мы возделываем свои участки, на наших участках почвы истощаются, процент содержания гумуса уменьшается. Восстанавливаться он не успевает. Вот поэтому производители нам, видите, вот такой гумус делают уже даже, ну как, это вот гуминовые все органические, вот видите написано, органические удобрения. Именно на основе этого гумуса, вот делают, чтобы мы вводили, добавляли гумус, если сильно истощен наш участок. Я этого не ввожу, потому что я предпочитаю лучше землей. Привезешь новую землю, поступает на участок новый гумус. Все. Вот именно что участки восстанавливаться не успевает. И поэтому вот это основная причина, почему специалисты не рекомендуют брать нам грунт именно с огорода для выращивания рассады. Как я говорила в предыдущих роликах, ведь для выращивания рассады она требует все самое такое хорошее, все вкусненькое, земля должна быть лучшая. А какая лучшая земля, если мы выращивали на этом участке 5-10 лет всю? Не надо брать грунт с огорода. Потому что там мало того, что предыдущие растения и так забрали все, что можно, весь гумус высосали. И еще есть опасность именно наградить молодую рассаду заболеваниями, которые, возможно, остались от предшественников. Конечно, мы протравливаем, но все равно риск, заражение всегда есть. Земля, запомните, вот я придерживаюсь одного правила, что земля для посева рассады должна быть каждый год новая. И желательно та, на которой люди еще не выращивали никаких овощей и фруктов. Лучше всего вот такая дикая, дикая. Поэтому я для своей рассады покупаю чернозем, который привозят с полей. У нас вот такой грунт продается в нашем городе. Я уже говорила, что у нас машина такого черной земли стоит 3 тысячи. Я беру, мне хватает на 2-3 года. Я не только готовлю из чернозема грунт для рассады, добавляю во все лунки при посадке, просто насыпаю на грядки, чтобы улучшить почву в своем огороде, как насытить гумусом. У нас очень бедный песчаный грунт, на котором без добавления нормальной земли урожая получить невозможно. Это наша беда, я бьюсь с этим всю жизнь, улучшаю, улучшаю, он не улучшается. Потому что вот этот перегной и чернозем, который я привожу, овощи, конечно, все это высасывают, и он опять беднеет грунт. Так, ну я отвлеклась, нам надо про рассаду. Вот если перегной содержит очень много питательных веществ, азот, и применять его нужно с осторожностью, я всегда говорю, что вот перегной, это вторая часть моего грунта, то чернозем можно применять, ну как, бесконтрольно, можно хоть сколько сыпать в огород, в лунки, на грядки, там легко усвояемые вот эти все вещества, которые растениям нравятся. И еще одно преимущество чернозема является кальций. Он содержится в нем в большом количестве, и если вы чернозем будете подкладывать, то кальций можно уже не удобрять. Вот у меня нет таких болезней, как вершинная гниль. Так, все. Про чернозем я рассказала. Вот, грунт составляю весной или с осенью. Состоит из чернозема и перегноя. Но перегноя это другое. Перегной, наверное, многие знают, что это отходы животноводства, перепревшие навозы, вот эти, как культурнее назвать, так, кал их. Ну, короче, отходы, солома, все это. Он имеет коричневый цвет и неоднородную структуру. И вот, когда я соединяю вместе чернозем и перегной, то получается идеальный, вот такой наивкуснейший грунт для рассады. Так, хочу сказать, что если у вас нет возможности купить грунт машиной, и если вам не нужно, вот как мне, большой объем, нужно совсем немного, можно просто заехать в любой лес, подальше от дороги, набрать земли под березой. Именно эта почва будет идеальна для рассады. Старайтесь не под хвойными, не под какими, а именно под березой. Причем набрав там вот эту вот, как грунт, вы найдете сразу и перегной, и землю. И это у вас будет идеальная, вот для рассады почва. Потому что перегной, это вот как раз верхний слой, который годами там сформировался под березой, из перепревших листьев. А то, что под этим вот, под перегноем, это просто земля. Листики, которые сухие, разгребаете рукой, берете осторожненько вот этот перегной, перегной закончится листовой, потом под ним земля, землю возьмете. Главное, потом, если у вас, если вы большой объем возьмете, и оголится корневая система, не забудьте потом забросать, ну, со стороны сгребите все это землей, опять прикрыть листьями, чтобы не повредить дерево. И вот этот листовой перегной, это вообще, это песня для растений, он безвредный, в отличие от животноводческого перегноя. То есть листовой перегной, там все есть, вот эти перепревшие листья, это удобрение, все. Вот это земля и перегной. Под деревом набрали, положили в лоток, протравили, сеем, все. Я вообще считаю, что хорошая почва для рассада, это главное условие успеха нашего выращивания. Если вы начинающий огородник, то первый год можно купить грунт в магазине. Посоветовать вам ничего не могу, ни разу не использовала покупную землю, но все-таки люди пользуются. Но, конечно, лучший вариант, вот все, как подытожить, если вышесказанное, вот видите, вот эти вот кусочки, вот перегноя этого, как от животноводства, он такой рыхлый. Ну, опять же, я не добавляю песок во все подряд, песок добавляю только в грунт для капусты. Вообще, некоторые добавляют песок для большей водопроницаемости, чтобы вода хорошо туда вниз стекала. Некоторые даже умудряются добавлять глину, глину не советую, заклёкнет весь ваш кирпичом, сделается грунт. Для рассады это очень плохо. Вот идеальный вариант, ой, вкуснятина, перегной, чернозём, ещё могу туда немножко золы положить, больше ничего не нужно. Все два месяца рассада будет прекрасно сидеть, жреть, расти. До свидания. С вами была Ольга Чернова и несколько советов, рекомендаций, как лучше приготовить грунт для рассады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова